Победа над тьмой Иисус сказал, «Я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Этот стих говорит нам о двух вещах. Иисус строит свою церковь. Я хочу участвовать в этом, помогать Ему. Я не хочу разрушать церковь Иисуса Христа, а наоборот, укреплять ее. Но Иисус сказал нам, что будет оппозиция. Если бы ей можно было пренебречь или легко отбросить в сторону, то Иисус даже не говорил бы о ней. А если же Он сказал об этом, то это значит, что мы с вами должны преодолеть ее. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Как жить в победе и триумфе, несмотря на реальную оппозицию, которая выступает против целей Божьих в нашей жизни? Это не выдумка, у нас есть соперник. Но слава Богу, что через Иисуса Он дал нам победу. Хочу поделиться с вами несколькими стихами. Их нет в ваших записях, но мы покажем их на экране, если вы не взяли Библию. Первая находится в первом Петра, второй главе. Это рыбак Петр, которого выбрал Иисус. Он сказал молодому Петру, «Если последуешь за мной, я сделаю тебя ловцом человеком». Петр пошел за Иисусом. Он написал два послания Нового Завета. Это было под конец его жизни. Он уже не был тем, кого мы видели на берегу Галилейского моря. Он отдал всю силу своей жизни, чтобы почтить Иисусом. Он пишет нам эти послания, они наполнены мудростью. И он говорит, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». Остановимся на минутку. Мы видим призыв к чему-то. В то же время он говорит нам, как смотреть на мир. Он называет нас пришельцами и странниками. Не странными. Он говорит, смотрите на систему этого мира, как на временное жилье. В Новом Завете для описания мира используются два слова. Одно означает «сферу, вращающуюся в космосе». Которую мы называем «планетой Земля». Второе слово связано «мировым порядком». Именно об этом говорит здесь Петр. Он говорит, «Вы странники и пришельцы в этом мировом порядке». У вас другое призвание, приоритеты, ценности. Вы стремитесь к чему-то другому. Мы здесь странники и пришельцы. Я нечасто путешествую, но успел побывать в разных частях мира. В Африке, на Ближнем Востоке, в Азии. Мне нравится ездить, встречаться с людьми, пробовать еду и посещать разные места. Но нет места лучше дома. Я не был в таком месте, где я мог бы сказать, я останусь здесь. Есть нечто в сладком чае, подливе с сосисками и печенье. Там тебя кормят чем-то, что не всегда можно назвать едой. Сладкий чай и печенье с миндалем. Это дар с небес. Петр говорит, что мы пришельцы, что нам не должно быть слишком комфортно здесь. Должно быть нечто иное, к чему мы стремимся, чего желаем. Я знаю, что правильный ответ — это Иисус, но он должен быть в нашем сердце. Петр идет дальше и говорит, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей». Он обращается к христианам и говорит, что у них есть проблемы с греховными желаниями. Если бы у нас не было с ними проблем, он бы не просил нас удаляться от них. Если бы мы не знали о них, то он бы не просил удаляться от них. Прошу вас удаляться от плотских похотей. Посмотрите на следующую фразу. «Восстающих на душу». Это серьезные слова. «Восстание в душе». Ваша душа — это разум, воля и эмоции. Петр говорит, что в ваших эмоциях идет война. Я ощущаю склонность к чему-то, что не связано с Богом. И это чувство не проходит. У меня бывают мысли, которые ведут в нечестивом направлении. У меня есть желания, которые не отражают благочестие. Петр призывает нас удаляться от этих вещей, потому что в нас идет война. Можем ли мы сказать, что несмотря на то, что у нас есть церковь, Библия, что мы жертвуем время и деньги, в нас все равно идет война. Если мы не видим духовного влияния, если мы просто куча протоплазмы, которая выползла из изначальных вод и эволюционировала в текущее состояние, если в нашей жизни нет высшего призвания, то волноваться не о чем. Делай, что хочешь. Но если мы сотворены по образу Божьему, и в нас есть понимание добра и зла, то внутри будет конфликт. Сказать молитву грешника, окунуться в баптистерий и сесть в церкви — это не решение конфликта. Нам нужна сила, которая будет больше нашей воли. Нам нужна сила, которая будет больше обмана тех, с кем мы поклоняемся. Нам нужна сила, которая будет больше нашего желания закрыть уши на неприятную проповедь пастора. Нам нужна сила, чтобы почитать Господа. Понимаете, духовно здоровой жизни не достичь с помощью скакалки. Ее суть в том, чтобы Божьи благословения наполняли вас. Я хочу вести себя так, чтобы благословения Божьи наполняли мою жизнь. Часто это приводит к борьбе внутри. То, что я пастор, не означает, что я не борюсь. Если вы подрежете меня на дороге, то в первую очередь вы можете и не услышать славу Господу. Ударил палец молотком? Аллилуйя! Внутри может быть совсем другое. Вот почему я слежу за тем, что смотрю и что слушаю. Это важно. В нас идет война. Приведу вам пример из послания к Галатам, пятой главы. В этот раз говорит не Петр, а апостол Павел. Он использует похожий язык. Петр говорил о греховных желаниях, а Павел говорит о делах греховной природы. Павел говорит, что наша природа склонна к нечестию. И он пишет христианам. Он говорит, что дела греховной природы очевидны, и приводит список. Но хорошая новость в том, что большая часть этого списка не актуальна для вас. Если все в этом списке актуально для вас, будьте благословенны. Но что-то из этого списка точно воюет с вами. Что-то из этого списка точно воюет с вами. Хочу провести с вами исследование. Показать вам, как духовные силы меняют нашу жизнь, позволяя нам стоять там, где мы не выстояли своими силами. Я взял пример, который мы недавно читали на наших библейских курсах. Это четвертая книга царств. Тогда пророком был Елисей. Как вы знаете, после Соломона началась гражданская война. И Израиль разделился на два царства. Южное царство Иудея, ее столица Иерусалим, Северное царство. Так и осталось Израилем, а столицей была Самария. Всегда спрашивайте лучших учеников. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Итак, Самарию осадила вражеская армия. А когда город в осаде, то никто не может войти или выйти из него. Враги хотели покорить народ с помощью осады, она длилась достаточно долго, и в Самарии начался голод. Он достиг таких масштабов, что люди начали есть друг друга. Нам сложно это представить, но об этом говорится в Писании. Сказано, что две семьи договорились принести своих детей. И когда настал черед второй семьи, они спрятали своего ребенка. А мать пришла к царю, чтобы пожаловаться. Нам тяжело представить это. Царь разорвал одежду и сказал, «Что мне делать?» Надежды нет. А пророк Елисей говорит, «Завтра у всех будет хлеб». Это невозможно. Если бы у них было военное решение, то они бы использовали его давным-давно. У них нет экономического решения. Они не могут пойти на переговоры. А Елисей говорит, что завтра будет хлеб. Я записал вам эту часть истории. Думаю, вы слышали историю о четырех прокаженных. Эти прокаженные пришли к воротам города. Проказа была неизлечимой болезнью. И больным не разрешалось общаться со здоровыми. Эти четыре человека были в еще худшем состоянии, чем люди в городе. Их не пустили в город, где практиковали каннибализм. В любом случае, они были на самом дне. И эти четверо сказали, «А зачем оставаться здесь и умирать? А если мы будем и дальше сидеть здесь, то просто умрем. Если пойдем в город, то умрем от голода. Если останемся здесь, тоже умрем. Давайте пойдем в лагерь врага. Если нас пощадят, мы будем живы. А если убьют, мы умрем». Они не были оптимистами. Они говорят так. «Если останемся здесь, то умрем. Если пойдем туда, то тоже можем умереть. Наверное, они нас убьют. Но они хотя бы убьют нас быстро. Пошли». Это не была радостная группа людей. В пятом стихе говорится, «И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский». «И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека». Господь сделал то, что стану сирийскому послушался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. «И сказали они друг другу, «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских, египетских, чтобы пойти на нас». «И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». Ко мне было армии. Сказано, что Бог сделал так, что им послышалось нечто. «И пришли те прокаженные к краю стана». Они не слышали армии и ожидали увидеть сирийцев. «И вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали». Пошли еще в другой шатер, «И там взяли, и пошли и спрятали». Наших героев нельзя назвать хорошими людьми. Их родные умирают с голоду, а они находят еду и наедаются от кузов. А после этого они решают очистить шатры. Они закапывают золото, серебро и одежду. Затем они возвращаются и находят еще один стол, и начинают все заново. Их животы набиты едой, а руки покрыты грязью, от закопанных сокровищ. И тогда они говорят, «Эй, может, расскажем другим?» А думаешь, надо? Они говорят, и весь город освобождается от осады. Это удивительная история с невероятными персонажами. Здесь нет эпических героев. Это больные люди, которых Бог использовал для удивительных вещей. Я верю, что в этом есть надежда для вас и меня. Это история о великой нужде, невероятной нужде города и этих людей. Я говорю вам об этом потому, что это история о чуде, которая возникала из великой нужды. Нам кажется, что в наших великих нуждах Бог далек от нас. Мы думаем, что Он оставил нас, что это какая-то несправедливость или наказание. Друзья, места великой нужды — это те места, где мы можем приблизиться к Господу. Мы должны сделать выбор, поверить в Божие избавления или отдаться на милость обстоятельствам. Вам придется сделать выбор — либо поверить Богу, либо отдаться на милость обстоятельствам. Внутри вас идет война в мыслях, чувствах, воли. Я хочу, чтобы вы сказали, «Я верю, что Бог избавит меня». У нас всегда возникает такой вопрос, «А почему я?» Я понимаю, что это неправильный вопрос. Я должен встать и применить ту веру, что имею. Возможно, у меня нет сил, чтобы изменить проблему. Возможно, у меня нет решения, но я могу встать и прославить Бога за то, что все это есть у Него. Я могу. Это выбор. Возможно, мне не хочется, но я могу сделать это. Друзья, я прихожу на работу, даже когда мне не хочется. Я прихожу на работу, даже когда могу найти причины, чтобы не приходить. Видели рекламу? Когда отец заходит и говорит ребенку, что у него выходной. Мы знаем, что вопрос не в том, что ты чувствуешь, думаешь или желаешь. Это выбор. Сделайте выбор поблагодарить Бога. В любой группе христиан есть люди, которые скажут, «У меня нет особых нужд, пастор. У меня все хорошо. Пусть Бог благословит вас. Мы рады быть с вами, но я хочу сказать вам кое-что». Иногда религиозные системы поощряют тех, у кого нет нужд. Книга Откровения написана семи церквям. Иисус пришел к своему другу Иоанну с Откровением, посланием, которое он хотел передать семи церквям. Это были семь церквей, которым Бог хотел передать личное послание от Иисуса. Это слова не к распутникам или язычникам, а к Божьим избранникам, а в их числе Лаодикийская церковь. Мы видим серьезный контраст в данных стихах. Опять же, это слова к верующим людям. Иисус говорит им, «Вы утверждаете, что у вас нет нужд, а я говорю вам, вы не понимаете, что вы слепые и нагие». Я хочу спросить вас, «Каким нужно быть, чтобы стоять на публике голым и не знать и не догадываться об этом?» У вас должно быть странное восприятие. Это не перебрать на причастие. Правда? Стоять на публике слепым и нагим и говорить, «У меня нет нужд». Это очень странно, по крайней мере. Итак, Лаодикийская церковь в третьей главе Откровения Иисус говорит, «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Это самоанализ этих верующих. Я богат, разбогател, и я ни в чем не имею нужды. А затем Иисус ставит им диагноз. Он говорит, «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг». Вот почему у меня в голове загорается предупреждение, когда люди говорят, «У меня все хорошо. Я понял, что лучше говорить Господу, «Господи, помоги мне смотреть на себя так, как смотришь ты». Помоги мне смотреть на себя так, как смотришь только ты, не так, как смотрит церковь, не так, как смотрят соседи». Люди смотрят на нас и думают, что нам все дается легко. Если у вас есть дети, и они ведут себя хорошо, так что их не нужно держать в клетках, то они думают, что вам легко. Так и есть. А если вы ведете себя благочестиво, то люди думают, что вы слеплены из другого теста? А вот почему я прошу Господа, чтобы смотреть на себя так, как Он смотрит на меня. Но если у нас есть слабость или нужда, это не проблема, а возможность. Вторая часть этой истории показывает нам, что они полагались на Божие время. И тут главная проблема. Почему Бог не мешался до того, как начались ужасные вещи? Не знаю. Вот честно, не знаю. В своей жизни я понял одно. Избавление приходит тогда, когда я способен принять его. Оно приходит тогда, когда я могу принять его. Ведь пока я не смогу принять его, оно бесполезно. Вы пробовали помочь ребенку, который играет в кубики и пытается расставить их по форме. У них нет нужных навыков, чтобы сделать это. Они пытаются и раздражаются. Начинают забивать их. А потом теряют интерес, потому что ничего не выходит. Вы решаете помочь? Поставь этот вот сюда. В 9 из 10 случаев они говорят «нет». «А если вы будете настойчивы?» «Да, я». Ты не знаешь, как играть в мою игру. То же самое мы делаем с Господом. Я не всегда сотрудничаю, потому что в моей душе идет война. Я не всегда готов сказать Господу. «А куда мне пойти?» Я ошибочно считаю, что Божий путь труден, что он заберет что-то у меня. «Дай, я». «Божье время». Ну и третье. Всегда есть голоса, которые приводят в уныние. Люди говорят «не надо». «Не делай». «Зачем ты делаешь это?» «Ты же не хочешь быть фанатиком?» «Вот я не хочу так далеко заходить». И этих голосов всегда хватает, поверьте. Я прочитал вам стихи из четвертой книги царства. Посмотрите, что сказано далее в седьмой главе. Елисей сказал «выслушайте слово Господне». Так говорит Господь. «Завтра в это время у всех будет еда». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божию и сказал, «если бы Господь открыл окна на небе и тогда». Может ли быть такое? Тот, кто отвечал за защиту города, умирающего с голоду, из-за того, что он не справился со своей задачей, вместо того, чтобы принять слава Божие, ответил с отвержением. «Я уверен, что если у вас есть серьезная нужда, то вы слышите голоса отчаяния вокруг». И даже если их нет рядом, они всегда есть внутри. Даже люди, которые не говорят ничего плохого, скажут вам слова, которые вы перекрутите в нечто плохое. Я ведь прав? Нам решать, во что верить. В данном случае Бог дал помощь через необычных людей. Он выбрал четырех прокаженных. Они не особо подходили для этой роли. Никто не хотел смотреть на них. Они выглядели хуже, чем люди в городе. Забытые, больные люди, которые шли, спотыкаясь по пути. Они не надеялись на чудо. Они не надеялись на победу. Они просто хотели умереть побыстрее. Некоторые из вас думают, что путь с Богом это нечто красивое, как парад, как показательное выступление в наглаженной форме. Мы останавливаемся и поворачиваем в нужное время. Я думал, что если отдам сердце Господу, то жизнь станет легкой. Я так долго был лицемером. Я думал, что если отдам все Богу, то станет легче. Я думал, что проснусь утром со свежим дыханием, что прическа будет в порядке, и когда взойдет солнце и запоют птицы, я выпрыгну из кровати и скажу, «Боже, как я рад встречать новый день! Какие чудесные вещи я могу сделать сегодня утром для тебя!» Я думал примерно так. Но сейчас, когда я просыпаюсь, мне нужна зубная щетка и расческа. А иногда я говорю, «Боже, было бы хорошо поспать еще пару часиков. Я не знаю, что ты приготовил для меня, но если ты дашь мне силы, я буду этим заниматься». Друзья, я понял, что быть последователем Христа — это не что-то приятное и упорядоченное. Бог взял четырех прокаженных, повел их вперед и дал результат. В книге Аввакума он говорит, что сделал наши ноги как ноги лани, чтобы мы стояли там, где никто не может стоять. В вас работает сила, мощь. Не унижайте ее. Не игнорируйте ее. Откройте свою жизнь, чтобы сотрудничать с Господом. Не позволяйте ничему уменьшать присутствие Бога в вашей жизни. Злости, отвержению, непрощению, горечи. не терпите этого. Не терпите этого. В нас идет война. В наших мыслях, эмоциях, разуме, между нормальным и ненормальным, между злостью и миром, между завистью и радостью. Примите решение сотрудничать с Господом. Это нелегко, но результаты удивительны. Бог может, и Бог даст вам избавление. Нам нужна сила, которая будет больше нашей воли. Нам нужна сила, которая будет больше обмана тех, с кем мы поклоняемся. Нам нужна сила, которая будет больше нашего желания закрыть уши на неприятную проповедь пастора. Нам нужна сила, чтобы почитать Господа. Духовно здоровая жизнь возможна только рядом с нашим Богом. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам под который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Знаете, в духовном мире вокруг нас идет конфликт, но важнее то, что настоящий конфликт идет внутри нас. Тот факт, что мы верующие, не избавляет нас от войны между добром и злом, между плотью и Духом Божиим. Я хочу ободрить вас и сказать, скажите Господу «Да». Сотрудничайте с Духом Божиим. Битва внутри нас не означает, что мы неудачники. Вы просто человек. Дух Божий поможет нам. Я хочу помолиться за вас. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех. Я молю, чтобы эти зрители приняли твой призыв и сказали «Да» благочестию и «Нет» нечестию в своих жизнях. Дай нам свою силу, Божию. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова